Пока политики обмениваются взаимными обвинениями, мусорная эпопея Львова продолжается. Более того, она становится проблемой всей Украины. Ведь караваны, фур со львовскими номерами оставляют грязный след во всех областях. Почему власти города бездействуют? Ведь до сих пор не начались работы по рекультивации свалки в Грибовичах. До сих пор не нашли места для нового полигона и мусороперерабатывающего завода. Даже судебное дело о трагедии в Грибовичах затягивается. О трагикомической мусорной эпопее Галина Якушко. Слов из песни не вычеркнуть речь львовского мэра не изменить. И за дня в день Андрей Садовый выходит к журналистам с одними и теми же словами. Пишет 100 дней, мы находимся в блокаде. Во Львове, похоже, наступил день сурка. Проблема с душком превратилась в замкнутый круг, где неизменно не только речи мэра и блокады, но и путешествие львовского мусора. Меняется разве что маршрут. Почти за год львовский мусор стал вполне самостоятельным персонажем и героем анекдотов. Его даже в падении Шулявского моста в Киеве обвинили. Это рабочая версия. В момент обвала на него проезжал перегруженный львовский сметовоз. За кермом сгодного с твоей версией был лично заступник мэра Андрей Москаленко. Какого нет алюби на вчерашнем весе. Неуловимые караваны фур со львовскими номерами колесят по всей стране. Похоже, на карте не осталось областей, в которых бы они не побывали. Водителей ничего не смущает. Ни расстояние в тысячу километров, ни отсутствие документов. Люди в других областях даже восстания поднимали против непрошенных гостей. На этой неделе 11 львовских фур появились возле Днепра. Местные сразу же вызвали полицию. Показать документы на отходы водители не смогли. Толком объяснить, куда едут, тоже. 8 фур в сопровождении полиции вернули на родину. Три машины с мусором так и остались стоять. Водители уезжать отказались. Общаться тоже. Грязные дела проворачивают по одному сценарию. Если договориться с местным полигоном водителям не удалось, кучу отходов они сбрасывают, где придется. К примеру, на обочине или в поле, после чего быстро уезжают, оставляя неизменные улики, чек из львовских магазинов. А дальше уборка галецких гостинцев становится проблемой уже местных властей. На трассе Львов-Краковец мы отследили мусоровоз. И вот сейчас увидим, куда он направляется. Доверху заполненный отходами грузовик едет в сторону свалки в Явровском районе. Тут его ждет блокпост. Местные активисты не пропускают мусор из Львова. Стоят уже месяц. Минута проверки документов и машина получает зеленый свет. Мол, есть договоренность с местным заводом по изготовлению кожаных сидений. Тут все пропускаете? Да. А чего? Да, это в Явровском районе. Это не из Львова. На свалке работают сразу несколько машин. Действительно, и фурор привезла отходы с завода или мусор из Львова, нам узнать не удалось. Отходы на свалке так и не выгрузили. Но вот в чем признался водитель. Ну что вы выбросите? Договориться официально или за взятку, или просто выбросить тонны отходов перевозчики не брезгуют методами. А львовская власть не устает повторять. В том, что львовским мусором засыпана уже вся Украина, они не виноваты. Треба питать, а перевезники куда вы не вывозят свои отходы. Потому что отходы, которые вывозятся из Львова, они везутся на эти полигоны, с которыми подписываются угоды. Договоры с полигонами подписывают перевозчики. А вот платят за вывоз мусора из городской казны. И путешествие львовского мусора удовольствие не дешевое. Одна фура – это тысячи гривен. И чем дальше ваяж, тем дороже. Сколько же львов потратил на вывоз отходов за прошлый год, чиновники даже подсчитать сами не могут. И для этого наняли аудиторов. Остановят бесконечные мусорные странствия только новый полигон или мусороперебатывающий завод. И они могли бы появиться вот тут, на свалке Явровского района. По крайней мере, именно этот участок выделили под них. Но он не подошел, впрочем, как и остальные, предложенные ранее. ГИРПРОМ вызначил шесть делянок, где можно разместить в 2006 году еще сметезвалища. Никакого сметезвалища на территории Львовской области. Никакого сметезвалища. Сметка каждая родина должна разделить. Сметка должна вторично переработать. Но дальше общие идеи о долге каждой львовской семьи дела пока не идет. Где и когда появится мусороперебатывающий завод, неизвестно. Пока только словесный пинг-понг. Я же не могу за Львов будувати Львову сметепереробный комплекс. Я считаю, что у Львова при его бюджете развития полтора миллиарда, сегодня достаточно денег, чтобы эту проблему решить. Мы и до сих пор не имеем финального погоднения с боку Минрегион Буду о подтверждении договора с Европейским инвестиционным банком. Эта договора позволила бы нам негайно начать работу с строительства нового комплекса. Никаких других причин для такого саботажа, как свидетельство о перешкоджении реализации проекта, я на сегодня не вижу. А что же со старым поликоном в Грибовичах? Там уже должны были начаться работы по рекультивации. Но пока почему-то так и не начались. По словам Садового, теперь этим будут заниматься французы. Крайне медленно продвигается и суд в деле о трагедии на полигоне. Слушания каждый раз переносят. Когда же накажут виновных? Ведь госэкспертиза установила, свалку в Грибовичах не поджигали. Это было самовозгорание из-за несоблюдения технологических норм. Но мэр и тут проявляет упорство. Я чутко знаю, что это был подпал. Финал мусорной львовской эпопеи, похоже, дело далекого будущего. А пока горожане будут слушать знакомые месседжи из ратуши и обходить кучу отходов. На этом же месте и в этот же час Садовый снова созовет пресс-конференцию для журналистов. И именно в этом кабинете будут решать, куда же дальше попутешествует львовский мусор. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности недели. Телеканал Интер. Львов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова